Дельцы, рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И в текущем видео хочу вам предложить Тараскоп на июнь 2018 года. По традиции, Расклад вам покажет общую атмосферу месяца, какие события наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести текущий месяц. Напоминаю, что Тараскоп общий, он не является индивидуальным, проиграется, безусловно, не для всех, так как многим из нас необходимо смотреть Тараскоп не только по знаку своего зодиака, но и по знаку своего студента в натальной карте. Так, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в сфере работы? Финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца, туз мечей. Ну, карта прорыва, карта идей, карта вдохновения, какого-то импульса. Если у вас была какая-то давно нерешенная проблема, это знаете, как разрубить Гордеев узел. То есть, по сути, найти ключевое решение. Если были какие-то напряженные конфликты, то это решить все вопросы, расставить все точки над И посредством какого-то очищающего разговора, решающего разговора. В целом, Аркан крайне благоприятен, потому что говорит о ситуации, наконец-то решении каких-то наболевших и текущих моментов. Что вас ожидает в сфере работы? В сфере работы шестерка мечей, карта движения, карта прорыва, карта прогресса. Если вы без работы, то на текущий момент вы можете удачно туда устроиться. Если вы работаете по найму, то это ситуация карьерного роста. Если у вас свой бизнес, то это благоприятное развитие вашего бизнеса. Помимо всего прочего, карта может указывать на командировку, связанную с вашей работой. Либо в целом на ситуацию даже может какого-то краткосрочного отдыха. Для многих это может проиграться как отпуск в июне, что тоже неплохо и немаловажно. Но с позиции, скажем даже так во всех сферах, Аркан крайне благоприятен. Что вас ожидают в плане финансов? Королева Кубков. Замечательный Аркан. Почему? Потому что здесь прибыль вы будете загребать руками и ногами. Помимо всего прочего, тельцы. Это карта радости. Это карта эмоционального удовлетворения. Карта, даже знаете, по традости не от того, что вы можете себе многое позволить, даже отложить, заработать хорошо. Здесь непосредственно идет эмоциональное удовлетворение от каких-либо покупок. Потому что Королева Кубков это трата денег на удовольствие. Для кого-то это новый телефон, для кого-то велосипед, кому-то новое платье, кому-то вот вам ситуация отпуска. То есть это карта эмоционального подъема за счет получения финансов и распределения этих финансов на какие-то давно желаемые вещи. Ну я вам это искренне желаю. Что вас ожидают в сфере здоровья? Так, в сфере здоровья у нас падает перевернута восьмерка мечей. Тоже замечательный аркан. Потому что карта говорит о избавлении от каких-то сковывающих вас обстоятельств. Например, если вы были зависимы от лекарств по причине какого-то лечения, то наконец-то вы стабилизируете свое состояние и можете избавиться от применения лекарственных препаратов, да, отказаться от них, либо же в целом с позиции здоровья. Это отказ от каких-то вредных привычек. То есть от переедания, от табакокурения. Для кого-то это избавление может быть от алкоголизма, либо наркомании. То есть аркан четко показывает, когда прошел какой-то кризисный период, идет ситуация стабилизации и восстановления. И знаете, эта самая по себе карта показывает, что в прошлом вы оставите какие-то отягощающие вас вещи. Ну, например, если у вас, например, была опухоль, то, соответственно, вы ее удалили, все, и поставили на этой болезни крест. Либо если у вас там, не знаю, то же самое было, болезнь зубов, подлечили зубы, все, ситуация стабилизировалась. Это значит оставить в прошлом какие-то нерешенные проблемы с позиции здоровья. Так, что вас ожидает в плане личной жизни? А вот здесь интересная ситуация, потому что по этой периферонтелью любовники, это карта любовного треугольника. Поэтому для тех, кто находится в паре, здесь речь идет непосредственно о том, что да, давайте даже дополню все-таки, вы будете, скажем так, инициатором этого любовного треугольника, либо вас. Поставить зависимость от обстоятельств. Смотрите, по тузу жезла могу сказать, что инициатором этого любовного треугольника будьте вы, потому что здесь присыпается непосредственно ситуация страсти, накала страстей, это новая влюбленность, это, скажем так, желание каких-то новых страстных отношений, эмоций, адреналина и в целом, знаете, какой-то подъем энергии, расцвет вашего либидо. Поэтому, ну да, такие, как говорится, спина в бороду без ребро для многих, может еще и так проиграться. Если же на текущий момент вы являетесь свободными, то здесь по перевернутым влюбленным, карта говорит, что перспектива партнерства есть, но, скорее всего, либо партнер не тот, либо вы в целом откажетесь от этого партнерства, потому что, ну, по каким-то критериям будете недовольны своим выбором. Соответственно, от него откажетесь. Так, и что вас ожидает в плане совета? Ну, вот она, вот вам ситуация на лицо. Тройка мечей. Кому-то вы в этом месте разобьете сердце, причем очень значимо. Что советует карта? Ну, есть вещи, которые неизбежны. Самое главное, чтобы смотреть, чтобы сердце не разбили вам. А если все-таки будет какой-то неизбежный выбор, и придется сердце вам разбить кому-то, то постарайтесь сделать это наиболее, скажем так, мягко и относительно безболезненно. Ну, скажем так, ситуация для вас сама по себе тяжелая. Здесь однозначно отсечение каких-то ненужных отживших себя связей. Если вы все-таки одиноки, то это может касаться сама по себе ситуации. Например, болезненная, скажем так, выход, либо отказ от чего-либо. Например, если у вас идут курсы реабилитации, например, излечение от ситуации алкоголизма. Да, для вас это будет очень тяжело. Это как вариант. Это не значит, что сейчас напишут в комментариях, что нет, я не пью, я не алкоголичка, либо не алкоголик. Нет, это я привожу вам в качестве примера, чтобы вы поняли ситуацию. То есть, все, что будет происходить, да, по сути, для вас это будет болезненно, скрипя сердце. Но для вас эта ситуация неизбежна, потому что идет у вас время кардинальных перемен, неизбежных перемен. Причем во многих аспектах для вас эти перемены благоприятны. Дорогие тельцы, я вам искренне этого желаю. Пусть у вас будет все только самое лучшее. Описывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как у вас отыгрывается или не отыгрывается расклад. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Ну а с вами была Ева Лекцер. До новых встреч.